Аллоха всем! Мы снова находимся в парке Дубки, где мы были вчера. И сегодня нас ждет немного другая площадочка. Сразу покажу ее. Это такой микс современной площадки и площадки на хомутах. При этом в плюсах здесь есть длинный турник. Ну, тут стандартные хомутовые конструкции. Длинные брусья. На самом деле, чего сильно не хватает, это вот таких длинных брусьев. Конечно, конечно, начали делать и на хомутах подлиннее, но все равно они короткие. А вот такие вот, чтобы длинные брусья, блин, это мне так не хватает на самом деле для тренировок. Высокие брусья. То есть можно на них заниматься в полный рост. Выпрямившись, не надо подгибать ноги, это удобно. Штука, видимо, для качания пресса. Не знаю, продолжаю находить какие-то новые конструкции. Но, по-моему, она для пресса, для того, чтобы качать пресс. Если какие-то еще есть идеи, пишите в комментариях. Ну, там шведская стенка и огромный рукоход. Вот рукоход, не знаю, зачем делать такой высокий, потому что, когда ты идешь на максимум на рукоходе, он еще дает тебе на мозольки, ты рано или поздно будешь срываться. А ты не можешь сорваться, если ты висишь высоко, это опасно. Самую опасную такую штуку я видел в Зеленограде, наверное, и в Казани. Вот там были такие нереально высокие рукоходы, на которых можно было бы очень стремно разобраться, если, конечно, нет головы на плечах. А если голова есть, то все будет в порядке. Блин, вот эти брусья меня прям радуют. Прям вот тут хорошо. Прям радует меня парк Дубки, продолжает меня радовать. Сегодня первый день третьей техники. Третья техника, это у нас нестабильные повторения. Нестабильные. Сегодня вы сами все увидите. Что? Единственный момент, я не буду делать нестабильные выпады. То есть, на видео в пассе увидели, как они делаются, здесь я не буду их делать. Почему? Само упражнение очень эффективно, оно очень хорошо нагружает бедро. Но делать его лучше там, где вы уверены, куда вы ставите ногу обратно. Потому что за счет нестабильности повышается, естественно, и определенная травмоопасность этого упражнения. Поскольку я тренируюсь на разных площадках, и вот здесь, допустим, повезло мне сегодня. Она прибрана. Но где я буду заниматься завтра, я не знаю. Ладно, где я буду заниматься завтра, я знаю. Где буду в следующие дни, не знаю. Соответственно, я не могу быть уверен, что везде получится их делать. Поэтому даже не буду начинать. Буду делать два раза приседания. Вместо вторых выпадов тоже будут приседания нестабильные. Потому что там все-таки стабильности побольше. Приседания не так требовательны к стабилизации коленного сустава, более безопасны. И все такое проще. Тем не менее, тоже, да, нагружают побольше, чем обычные приседания. И вы это все сами увидите. Вот, собственно, и все, наверное, что хотелось сказать вначале. Надеюсь, вам понравится новая техника. А я буду разминаться и тоже делать. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Видите? Не любим полиометрику! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Господи! Субтитры Алексею Дубровскому!